Детская книга И написание этой книги Да, конечно, вот Настя хотела Об этом рассказать Идея проекта принадлежит Ольге Сергеевне Пахомовой Ввел в жизнь Воплотил в жизнь Наверное, в целом общему Юрий Дмитриевич Нечапаренко Который собрал всех нас под этой обложкой Это Александр Дорофеев Ксения Драгунская Настя Строкина Помогите мне еще Вы, конечно Анастасия Орлова И сам, конечно, Юрий Нечапаренко Все наши тексты Созвучны, наверное, да Северу Сюда вошли мои стихи о реках Да, вы знаете, здесь, собственно Каждый текст Он, ну, как мне кажется По крайней мере, как казалось Составителем Он рассказывает О любви к северу как таковому И о любви к родине, соответственно Поэтому, конечно, здесь текст Не только о Нарьянмаре Есть точки северные В нашей стране Восточные, западные Но, тем не менее, они все О тех местах, где Человеку жить непросто По климатическим условиям Но он живет Ощущает радость от этого Бытия Вот мы попытались Сделать такой сборник Который детям бы Говорил о том, что их край Замечательен А чем лично Вы вдохновлялись Когда писали Произведения, которые Говорят о любви к северу Вы были на севере? Ну, вот лично Мои стихи о реках Начались в городе Архангельске То есть я была По приглашению Областной детской библиотеки Там и Там случилось Стихотворение о Северной Двине Вот она так привязалась Ко мне, скрутила Со всех сторон Что пришлось написать про нее И когда я подумала О каких-то других реках Они тоже тут Хлынули потоком Так Получился цикл Стихов о реках В том числе и О северных реках Замечательный цикл, да У меня Несколько другая ситуация Я Был Подневольно Вывезен родителями В Якутию В малолетнем возрасте И жил Некоторое время Ходил там В третий Четвертый класс Жил на реке Алдан Которые По сути дела Очень похожи На Печору Поэтому То, что Ощущается В Заполярье Для меня Очень Как бы Актуально И моя первая книжка Которая В принципе Была издана Еще в 80-м году Она называлась Белый Боробей И она была Как раз По Якутии Это темно Мне близка То есть Учерпываете сюжеты Даже из своего детства Воспоминания Из каких-то Вы знаете Не поверите Но дело в том Что детство И старость Это Челчок Рядом Это все Абсолютно рядом Поэтому я иногда Ищу себя ребенком А иногда Уже нет Какой на ваш взгляд Должна быть Интересна Детская книга Вот что нужно Написать Чтобы ребенка Заинтересовать Прочитал И возможно Дальше захотел Читать ваши книги Я думаю Что у ребенка Должен быть Прежде всего Выбор Книг Должно быть Много Они должны Быть разными Правда Конечно Поэтому Всегда найдется Книга Сейчас Которая увлечет Данного конкретного Ребенка Сейчас В общем Издается Много разных Интересных Книг И если Родители Имеют Интерес Найти Книги Которые Подойдут Именно Его ребенку Которые Следят За тем Чем ребенок Интересуется Они конечно Найдут Потому что Выбор Сейчас Огромный Да Я совершенно Согласен Очень должны Быть разные Книги Одни Жанры Фэнтези Другие Нонфикшн То есть Литература Должна быть Разнообразна Чтобы Каждый Подрастающий Человек нашел Для себя Что-то Персональное Скажем так А как Вы считаете Привлекать Ребенка К чтению Именно К любви К книге Откуда Должна Эти Любовь Это родители Должны Прививать Или На уровне Государства Должны устраиваться Какие-то Фестивали Куда бы Приезжали Писатели Детские Рассказывали О том Какое большое Количество Детских Книг Существует Я могу Сказать Что Государство По крайней мере Не должно Препятствовать Этому всему И Хорошо Когда У нас Стоят Какие-то Благоприятные Условия В том числе Фестивали Ну конечно Много идет Из семьи Много идет От родителей Я сказала Большая часть Всего Книги должны быть Дома Книги должны быть В свободном доступе Родители должны Читать В конце концов Если ребенок Видит читающего Родителя А не родителя Который сидит В интернете Хотя сейчас В принципе Можно читать Книги на электронных Носителях Почему нет Почему Почему бы нет Да нет Конечно Ну здесь Технически Другой происходит Уровень задействования Читателя При перелистывании Страниц Но в принципе Можно читать И в интернете Главное Чтобы читать Дело в том Что Понимаете Восприятие Чисто Зрительное С экрана Слова Оно По сути дела Ничем не отличается От восприятия Слова Со страницы Это Не такой Критический момент Главное Чтобы дети Действительно Читали А не смотрели Например Сплошь Видео Потому что Чтение Создает Другое Пространство В голове Другой Другие Задействуются Совершенно Центры То есть У ребенка Начинает Работать Образная Система Он видит Слово И от слова Рождается Образ Понимаете В чем дело В начале Этого мира Что было Слово Оно Родило Разные Образы Так же Происходит У каждого Растущего Организма Если Он Видит Уже Данный Ему Зрительный Образ Некоторые Центры Его Мозгу Не Работают Мы Можем Заключить Что происходит По этому Некоторые Дебилизации То есть Ослабление Функции Понимаете Чтение В любом Варианте Письменном Таком Вот Или С экрана Оно Необходимо Александр Я еще хочу сказать Что чтение Наверное Это еще Ни с чем Несравнимое удовольствие Это же Такой вид удовольствия От слова От красоты Нашего языка Который Вот Не хотелось бы Чтобы был утрачен Со временем То есть Вы как писатели Не против Электронных литератур Не против Электронных книг Просто Мне кажется Что книги Для самых Маленьких Наших детей Они конечно Были есть И будут Существовать Еще долго Потому что Это Ну Некий ритуал Это Какие-то Тактильные Наши ощущения От переворачивания От шуршания Странит запахи Чувства Я не вижу Я не вижу Такой конфликтной Ситуации Между чтением С экрана И чтением Книги Ради бога Главное Главное Чтобы перед ними Было слово Понимаете В чем дело Но С какого Носителя Оно воспринимается Это не так уж Существенно А какую роль Варианте Это художник Эскизы Спрашивает Совпадают ли его Герои Как он их увидел С моим видением И в общем Какое-то такое общение Я сильно не вмешиваюсь Конечно В работу Художника Потому что Это его работа Моя работа Писать Мне приходилось Смешиваться Было дело Но Может быть Единожды Когда-то одно Из Ну это было В 81 году Книгу Ночная радуга Иллюстрировали А я Живу в Москве Иллюстрировала Ленинградская В то время Художница Мне пришлось К ней приехать Вот с ней поговорить И Какому-то мы Пришли Общему знаменателю Изначально Эскизы Мне не очень понравились Но В итоге Может быть Увидеть меня Она Решила Что надо рисовать Иначе И на обложке Изобразила Буквально Меня На Асли Скажите пожалуйста Вот вы часто Ездите по регионам Часто встречаетесь С своими читателями С детьми Которые читают Ваши книги И важно ли это Для писателя Для детского Это важно Вы знаете Наверное Для Тех Кому приезжает Писатель Я думаю Что Надеюсь Что это важно Я могу сказать Что Восьмидесятые Годы Это было давно Это было регулярное Действие Когда Например На дни детской Литературы Писатели В общем По всем Республикам Ездили Сейчас Думаю Что это не так Но тем не менее Вот когда Мы сюда приехали И вы видели Ваших детей И глаза Их лица Это было замечательно Вы знаете Хочется верить Что это где-то Останется И может быть В какой-то Ножный момент Всплывет На самом деле Вот я езжу Довольно много Российским регионам И я думаю Что Есть Смысл Во встречах Живых детей С живым писателем Конечно Дело в том Что Ребенок Может посидеть Послушать И даже Не отреагировать Никаким вопросом На то Что происходит Но Что-то В нем Отложилось И потом Это может быть Самые неожиданные Всходы Благостные Всходы Жаль, что нет Никаких исследований Долго Как влияет Встреча с писателем В дальнейшей жизни Скажите Что вы читали В детстве Какие писатели Может быть Кто-то вас вдохновляет До сих пор Какие-то детские писатели Настя Ну вот В раннем детстве Могу сказать Что я давала Предпочтение стихам Почему-то Я очень любила стихи Их читала И перечитывала Ну это вот Вполне наш Такой стандартный набор Который у нас В это время А потом Появился Журнал Трамвай Вот я могу сказать Что он произвел На меня впечатление Большое В то время А он был Какой-то Не такой Он был Необычен И я его читала От корки до корки И вот В какой-то момент Я отправила туда Свои стихи Потому что В детстве писала И когда-то Я открыла этот журнал Увидела там Свои стихотворения Конечно Это был Вот Ну не знаю Это был шок Да Это было в трамвае В каком году В 91-м году Это жалко Я уехал из Мурзелл Я был первым На печатном попал Вот Это было в 91-м году И вот Когда потом Я уже стала взрослой Начала писать Типы для детей Я познакомилась С всеми этими людьми Которые делали этот журнал Это конечно интересно Я могу сказать Что это да Произвело Ну какой-то сигнал Поддержки может быть Вот Который тогда Произошел Вот Как-то он меня грел Долгое время Внутри согревал Это было интересно Журнал А журнал был Очень интересный Да Александр, а вы? Вы знаете Ну вот Я так Как-то Если бы читал стихи Наверное Больше бы Может быть И писал бы стихи А не Я больше читал прозу Ну вот в раннем детстве А потом Да В раннем детстве И Один из моих Любимейших писателей Который У меня стоит Эта книга До сих пор Которую я читал Еще Не можете представить Лет 60 назад Это Сэтон Томпсон Рассказы о животных Господи Какая она уже Разваленная Потертая Но Каждая страница В переводе Чуковского Сына Чуковского Она Замечательна Жизнь серого Медведя Про Медвежонка Гризли Вы знаете Почему сейчас Малая Переиздают Я давно не видел Может быть Я не в курсе Но хотелось бы увидеть Например Переиздание Сэтон Томпсона Ну Много литературы Помимо этого Господи Вся Приключенческая Классическая Литература Потом конечно Юрий Коваль Которого я безумно любил Вот Что сказать Вот все это Запечатлелось То есть В детстве Вы читали Читали довольно-таки Наверное Многое Да Потом Я Как-то читал Помню что Например Я Сидел Лепил из пластилина Моя бабушка Читала мне Поднятую Целину Шолохова Это было Очень интересно А я бабушке Читала Вслух Вот Сказку От царя Салтани Да Бабушка Что-то готовит И я читаю Помню До сих пор Сказку Расскажите Вот ваши книги Они в свободном доступе Их можно найти В любом книжном магазине Да Я думаю что наши Конечно зрители знакомы И читали И есть на полках У детей Ваши книги Но они Их можно найти Практически в любом Наверное Магазине Да Я не знаю Как насчет других Любых магазинов Но они есть В интернет-магазинах В интернет-магазинах Есть Да А вот Что касается Такой Розничной продажи То конечно Мы не можем сказать Поскольку Гарантированно Ну где-то есть Где-то нет Ну да В каких-то магазинах Есть А вот еще вопрос У меня такой В своем детстве Помните Встречи Вот с детскими писателями Было раньше Такое в советское время Было конечно Мое детство Прошло очень далеко В республике Пыва Поэтому там Никаких встреч С детским писателем Речи не было Александр А у вас детство Прошло в Москве Правильно? Ну да Честь детства В Москве Но с детскими писателями Я встречался Вы знаете Каждый день Вот Поскольку Юрий Коваль Был мужем Моей тетки Здорово И Ну что ж С утра встаешь Видишь Вот детский писатель Так оно было Я ходил в ту же школу Которую кончал он Ну Так пошло Это Я его любил Он был для меня Не то что писатель А просто приятель Понимаете В чем дело И он конечно Мне безумно много дал В смысле Восприятия мира И Чувства слова Это очень важно И вот еще Анастасия Вернемся к тому Во сколько лет Вы начали писать стихи Вы не сказали Ну лет в семь Я начала что-то сочинять А вы Александр Я Ну Во сколько точно Я не помню Но первый мой рассказ Был напечатан В 69 году Когда я окончал школу Первая книжка вышла Вы не пугайтесь Только в 80 году Прошлого века И вот с тех пор Может быть у вас есть Какие-то советы Которые вы можете дать Нашим ребятам Окружным Которые допустим Тоже пишут Но пишут это естественно В стол пока Все Какие-то есть Может быть советы У вас Что им делать дальше Как развиваться Ну вы знаете Если человек что-то пишет То я могу дать совет Не бросать Писать Но и не надеяться На то что Это будет Сразу всемирное признание Надо писать Надо развивать Не Собственно Писательский дар А чувственный дар Дар Ощущения этого мира Понимаете А этот дар Он развивается И посредством Ежедневного записывания Например В дневник Каких-то строк Если человек это делает То со временем Действительно Может появиться то Чего он и сам Себя не ожидает А Вот Другая крайность Я могу сказать Это когда Нечто Написавшее Какое-то Может быть даже Удачное стихотворение Или рассказ Сразу бежит Его публиковать Но это никому не нужно Нужно Работать с собой И над словом И над текстом Довольно долго Чтобы это было Интересно Не только себя Но и массе людей Которые Тебя потом захотят Это прочитать Много раз Понимаете Да Теперь поподробнее Как проходит Написание рассказа Допустим Есть рассказ Вы его написали Вы можете еще Кропотливо сидеть Над ними работать Конечно Но существует Некоторый текст Предложения Составленные Слов И понимаете Что каждое предложение Это организм В котором Живут слова И их Сожительство В этом организме Нужно Очень четко Чувствовать И регулировать Это называется Стиль Стилистика И как бы Так сказать Вы знаете Пушкин Когда-то Очень хорошо Написал По поводу Того Что Нет Смысла В безотчетном Отвержении Какого-то слова Или какого-то Предложения Но есть Смысл Сообразности Вот эта Сообразность Это то Что человек Чувствует Если у него Есть внутри Искра Божия Как говорится Он это чувствует И эту Сообразность Он рождает Дай Бог Чтобы Каждый Ну не каждый Конечно А тот Кто это чувствует Родил эту Сообразность Анастасия У вас Как происходит Этот процесс Как долго Вы ищете Рифму Вдохновения Ну это все Так Каждый раз Абсолютно Непохожий Друг на друг Процесс То есть Каждый раз Происходит По-иному Хотелось бы Найти Какой-то Рецепт Которому Так раз Раз И Пришел К своему Заветному Такому Концу Окончанию Но этого Не происходит Бывает Что Стихотворение Пишется Сразу На ходу Но Естественно Я его Кладу Отлежаться Чтобы потом Посмотреть Через некоторое Время На него Другим взглядом Бывает Что Что-то Не получается Сразу Ты возвращаешься К этому Снова 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 Может быть Через год Через два Придет Нужное слово Которое Станет В нужное место И все Станет На свои места А вы получаете Отзывы О своих книгах От детей От родителей Может быть Ну а сейчас Вы знаете Все это В интернете Печатается Все отзывы На книге Раньше Это Я не знаю Сейчас Такое бывает У вас Знаете Приходит Что-то Письма Да Я думаю Письма Не могу Сказать Сейчас Конечно Много Происходит В интернете В том же Магазине Например Лабиринт На каждую книгу Можно найти Очень много Отзывов Которые Пишут люди Просто По своему Душевному Желанию А так как Мы все Там есть В социальных Сетях Иногда Просто пишут Лично Какие-то Слова Благодарности Какие-то Очень трогательные Письма Тоже часто Обычно Вот Висят книги Там В озоне В лабиринте И Там Какие-нибудь Мамы Папы Или Случайные Читатели Пишут Вот мы Купили книгу И нам Совершенно Не понравилось Бывает Такое Бывает Да Теперь немножко О серьезном О перспективах Развития Детской Литературы В России Считают Что литература Когда-то Уйдет Книга Когда-то Заменится Может быть Каким-то Телевизором Или еще чем-то Как вы считаете Нет Литература Уйти не может Если литература Уйдет То это будет Крах этого мира Она не может Уйти по определению Потому что Ну Я Боюсь повторяться Но в начале этого мира Было слово Есть Вернее Была Покойная Нейрофизиолог Она кажется Очень известная Ученая Вишневская Она говорила Что Что этот мир Кончится Тогда Когда Уйдет Слово И Наступит Чистое Изображение Вот в этом Большое Предупреждение Есть Знаете Слово Не может Уйти из этого Мира То есть Литература Она Основоопределяющая Для всего Потому что Что есть Наши Руководители Они Так Или иначе Излагают Мысли Которые Литературно Оформлены А кто Их Оформляет Эти мысли Ну В общем-то Изначально Есть Существует Философия Они Могут Следовать Той Или иной Философии Но Эти мысли Им Подготавливает Референт Которые Эти Мысли Складывают Слова И предложения Других Путей Нет Литература Никогда Не уйдет У меня такой вопрос А вы читаете Других Детских Писателей Безусловно Конечно же Читаем Других Писателей Есть Некая Литературная Среда Сейчас Много Есть Фестивалей Разных Конкурсов Которых Можно принять Участие Много Премий Литературных И Так или иначе Конечно Со всем Соприкасаешься И это Очень Нужно Чтобы мы Знали Друг о друге Знали О том О чем Пишут Наши Друзья Конечно Конечно То есть Если ты Отрываешься От процесса Который В современном Литературном мире То Ты не понимаешь На какой Ты стадии Пребываешь Ну Нужно Знать Что Пишут Твои Приятели Твои Знакомые Конечно Это Необходимо А чувствуется Конкуренция Или Такого нет В писательской Среде Ну Мне вот Интересно Что скажете Я не знаю Честно говоря Мне бы хотелось Чтобы было Больше Хорошей Литературы Иногда Не хватает А В смысле Конкуренции Если Я увижу Что Кто-то Пишет Очень Хорошо Я буду Счастлив Места Хватает Для всех В общем И Часто Все Только радуются Когда появляется Что-то новое Прекрасное Талантливое А сейчас У вас Какие планы Может что-то Уже Пишите Интересное Либо Есть Какие-то Задумки Интересные Вы знаете Есть Заказы Есть Задумки Но Что-то Рождается Совершенно Спонтанно Вот У меня В этом году Вышла Книжка Которую Мне заказали Эта книжка Заказана Сретенским Монастырем Московским Об апостолах О деяниях Апостолов И вот я Хочу вам Может быть Это будет уже Ближе к концу Нашей передачи Прочитать То Чем она Кончается Да Прочитайте Конечно Интересно Если Я имею Дар Пророчества И знаю Все тайны И имею Всякое Познание И всю Веру Так что могу И горы Переставлять А не имею Любви То я Ничто И если Я раздам Все имение Мое И отдам Тело Мое На сожжение А любви Не имею Нет Мне в том Никакой Пользы Любовь Долготерпит Милосердствует Любовь Не завидует Любовь Не превозносится Не гордится Не бесчинствует Не раздражается Не мыслит зла Не радуется Неправде Любовь Сорадуется Истине Все покрывает Всему верит Всего надеется Все Переносит Хотя И пророчества Прекратятся И языки Умолкнут И знание Упразднится Но любовь Никогда Не перестанет И пребудут Вечная Вера Надежда Любовь Но любовь Из них Больше Это слова Апостола Это слова Апостола Павла Которую он услышал В откровении Духа Святого И вот Я думаю Что вся детская Литература На этих словах Зиждется Вознание Прекрасное Прекрасное Завершение Нашей программы Я благодарю За очень интересную беседу Анастасия Александров Я напомню Это было актуальное интервью Всего доброго Редактор субтитров